Навруз, праздник весны, встречи Нового года и начало пассивных работ. Как народы, проживающие в нашей республике, отметили праздник, смотрите далее. Уже более трех тысяч лет на земле отмечают Навруз. По традиции, до наступления этого праздника нужно убраться дома и рассчитаться с долгами. Сам Навруз стол должен ломиться от изысканных блюд. Считается, что чем больше размаху праздника, тем более богатый урожай будет осенью. Ну и, конечно, какой праздник без народных танцев. Щербет, самса, халва и лепешки с кунжутом на праздничном столе в Доме Дружбы Народов огромное количество национальных блюд. В самом центре одно из главных язв Навруза – плов. Еще одно традиционное блюдо праздника – сумаляк. Готовится оно только весной. На его приготовление требуются сутки. Сумаляк – это национальное блюдо. Это когда в Наврузе праздник – это пшеница, там выращивается дома. Только сохраняет вот такой тинноте, наращивает его, чтобы солнца никакой, ярости не было. И когда вырастет и его отдельно делает отец, потом сваривает и будет готовым. Алишер Иргашев приехал из Узбекистана, живет в столице Чувашии вот уже шесть лет. Навруз отмечает каждый год в Чебоксарах, как и Худабаш Алиев. Мы представители республики Таджикистана. Нам очень приятно находиться здесь, в республике Чувашии. Мы с вами учимся в ПГТУ, Марпасаде. И мы сегодня пришли тут отпраздновать. Очень приятно нас встретили, тут нас угостили. Сегодня мы хотим отметить этот праздник с русским народом, все вместе. Нам очень приятно, мы очень рады, что нам создали такую прекрасную атмосферу. Азербайджан, Туркменистан, Армения, Татарстан, Узбекистан. Всего на праздник в Чебоксары съехались более 500 человек. Взаимопроникновение культур всегда повод для размышления. Какими бы ни были национальные традиции и обычаи, в основе их лежит дружба народов, их желание жить в мире и согласии. В файе организовали специальную выставку. Украшения, расписная посуда, народные костюмы. Перед участниками и гостями праздника открылась удивительно яркая картина. Субтитры создавал DimaTorzok